Харитон Прокофьевич Лаптев Русский полярный исследователь, создатель карты Таймыра Биография Харитон Прокофьевич Лаптев Родился в 1700 году Двоюродный брат Дмитрия Лаптева В 1718 году поступил на службу Гордимарином И 24 мая 1726 года произведен в Мичмане В 1734 году участвовал в войне против сторонников Лещинского на фрегате Митова Под командованием Дефремерий, который был обманом взят в плен французами После возвращения из плена ХП Лаптев вместе со всеми офицерами корабля Был приговорен к смертной казни за сдачу корабля без боя Но затем экипаж был признан невиновным После освобождения ХП Лаптев вернулся во флот В 1736 году посылался на реку Дон для отыскания удобного места для постройки судов В 1737 году командовал придворной яхтой Декрони и был произведен в лейтенанты В декабре 1737 был назначен начальником отряда Великой Северной экспедиции С поручением обследовать и описать побережье Арктики к западу от Лены до Устья Енисея К этому времени из Якутска прибыл за указаниями для дальнейших действий Дмитрий Лаптев Участник Великой Северной экспедиции И при отъезде обратно взял с собой двоюродного брата Харитона и лейтенанта Чеханова В марте 1738 года они отбыли в Якутск 9 июля 1739 года Харитон Лаптев С заданием описать берег Ледовитого океана к западу от Лены Вышел из Якутска на дубель шлюпки Якутск и 21 июля добрался до океана Постоянно борясь со льдами, иди а то под парусом, то под веслами, то толкаясь шестами среди льдов Почти через месяц он добрался до устья реки Оленек Описав часть устья, прошел до Хатангской губы, где был задержан льдами Только 21 августа подошел к мыслу Святого Фадея в 76 градусов 47 северной широты Здесь встретил сплошные льды и вернулся к Хатангской губе Где 29 августа встал в устье речки Блудной под 72 градуса 56 северной широты В марте 1740 года Харитон Лаптев послал геодезиста Чекина описать берег от реки Таймыры на запад до Пясины Чекину удалось сделать лишь часть работы и в конце мая он вернулся пешком обратно Хатанга вскрылась 15 июня, но двинуться с зимовки за льдами стало возможно Только 12 июля и к 13 августа добрались до выхода в океан На широте 75 градусов 30 судно затерло льдами, носило по морю ежеминутно грозя раздавить Через двое суток было решено покинуть судно До 30 августа перетаскивали запасы на берег по льду, отсюда шли по берегу до Старого Зимовья Таким образом двухлетние усилия обогнуть морем Таймырский полуостров не удались Лаптев решил описать его берега сухим путем, на собаках, к чему и приступил весной 1741 года Для описи берегов Таймыра Лаптев разбил свой отряд на три партии Партию Челюскина 17 марта 1741 года он отправил на запад для описи реки Пясины и берега Тусти Пясины до реки Таймыры Геодезиста Чекина 15 апреля 1741 года Лаптев послал описывать восточный берег Таймыра от Зимовья до реки Таймыры Но из-за снежной слепоты Чекина писал только 600 километров берега и вынужден был вернуться к Зимовью Сам Лаптев 24 апреля 1741 года пошел от Зимовья до озера Таймыр, а далее по долине Нижней Таймыры достиг ее устья Таймырской губы Далее, изменив первоначальный маршрут, он двинулся на северо-восток вдоль берега на предполагаемую встречу с Чекиным Лаптев смог дойти только до 76 градусов 42 минуты северной широты, оставив для Чекина знак и страдая от снежной слепоты Лаптев вернулся в Таймырскую губу, едва оправившись от болезни глаз Лаптев пошел на запад, усмотрел несколько островов, по его данным достигнув 76 градусов 38 с шея повернул на юго-юго-запад и 1 июня у мыса Лемона встретился с Челюскиным Далее в совместном походе они выявили и нанесли на карту ряд бухт, мысов и прибрежных островов Весь этот участок впоследствии назвали берегом Харитона Лаптева 9 июня оба вернулись к устью Пясины, где вновь разделились Лаптев на лодке поднялся по реке Дайзера Пясина, оттуда на Оленях до Енисея Челюскин же на Оленях вдоль берега добрался до устья Енисея и там догнал Лаптева А близ устья реки Дудинки их встретил Чекин В августе все перебрались на Енисею, зимовали в Туруханске Оставалось описать самую северную часть Таймырского полуострова, так называвшийся Северо-Восточный мыс Теперь мыс Челюскина, для этого в декабре был послан Челюскин, который в 7 мая добрался до этого мыса И затем произвел описать мыса Святого Фадея до реки Таймыры, куда Харитон Лаптев выехал к нему навстречу После этого они вернулись в Туруханск, а Лаптев с отчетами поехал в Петербург В 1743 возвратился в Петербург, успешно выполнив задание Донесения и отчеты Лаптева 1739-1743 содержали ценные сведения о ходе работ северного отряда Великой Северной экспедиции О гидрографии побережья полуострова Таймыр, впоследствии продолжил службу на судах Балтийского флота С 1746 года он командовал кораблем «Ингерманланд» в Балтийском море В 1754 году произведен в «Капитаны» три ранга, а в 1757 – два ранга И тогда же командуя кораблем «Урил» ходил к «Данцигу» и «Карлскрону» В 1758 году произведен в один ранг и командуя только что построенным 66-пушечным кораблем на переходе в Кронштадт 19 сентября потерпел крушение Оскогена В 1762 году назначен оберштеркригой с комиссаром память о Харитоне Лаптеве В честь Харитона Лаптева и его двоюродного брата Дмитрия Лаптева названо «Море Лаптевых» В честь Харитона Лаптева юго-западное побережье полуострова Таймыр названо берегом Харитона Лаптева В честь братьев Лаптевых установлен памятный знак на месте бывшего сельца Болотова Купуйской волости Великолугского района В честь Харитона Лаптева был назван средний разведывательный корабль разведки Северного флота ВМФ СССР